там уже утро получается надо начинать давайте еще 5 минуточек вы пока подпишитесь на канал я еще немножко посплю ну что друзья как вы поняли я сейчас нахожусь в абсолютно новом автодоме ford transit big nugget который был пригнан нашему клиенту из германии и в этом видео вы узнаете что приготовил нам этот дом для путешествий сколько это путешествие будет стоить ну а я вам настоятельно рекомендую досмотреть это видео до конца потому что русскоязычных обзоров на данный автомобиль вы попросту нигде не увидите приятного просмотра новым и погнали вы наверное заметили что это обычный фургон ford transit только он модифицирован под комфортное проживание двух людей и этим занимается компания в германии которая называется big nugget которая более 30 лет занимается изготовлением автодомов и имеет в своем модельном ряду более 40 моделей различных комплектаций и модификаций которые вы также можете заказать через нашу компанию просто перейдя по ссылке в описании под этим видео вот достаточно интересный момент я вам уже говорил ранее то что это абсолютно новый автомобиль но он 2019 года производства сам автодом 2021 года производства соответственно эта тачка точнее дом будем его так называть имеет сразу два техпаспорта но приятный момент то что растамаживаться он будет как обычный автомобиль и у нас получается попадает под категорию от трех до пяти лет соответственно таможница по объему двигателя а двигатель здесь всего лишь два литра то таможенная пошла не будет ударять вам по карману что у нас по технической части здесь установлен двухлитровый турбодизельный мотор который работает в паре шестиступенчатой механической кропкой передач на 131 лошадиную силу передний привод максимально приятный расход и благодаря уникальным инженерным решением в очень низких температурах этот мотор нагревается максимально быстро что безусловно важно для автодома давайте еще пробежимся по внешке полностью галогенная оптика у нас головная галогенные туманки парксенсора спереди дальше у нас стоят 16 дюймовые литые диски на всесезонной резине повторители поворотника в зеркалах датчики слепых зон и сферическое зеркало у нас снизу есть для того чтобы максимально чувствовать габарит автомобиля все-таки он не маленький ну и давайте сейчас обратим внимание на доп оборудование которое установлено в этом автомобиле и отличает его от обычного фургона ford transit во первых это автоматическая подножка которая выезжает у нас автоматически собственно говоря и кнопочка находится нас изнутри ну давайте продемонстрирую даже принципе это и конечно как-то тяжеловато это все дается но тем не менее не есть необходимость чтобы дети могли спокойно запрыгивать вот короче на так выезжает и задвигается ничего сверхъестественного честно говоря и хочется немножечко подтолкнуть помочь и здесь нас обратите внимание тонированное стекло на двери находится мы потом его функционал покажем изнутри когда будем находиться в доме но она полностью тонированная для того чтобы посторонние глаза не видели как в этом в трусах жальте себе яичницу я думаю вы обратили внимание что у меня в руках вот постоянно такая вот связка ключей каждый ключ за что-то отвечает определенного вот например этот ключ отвечает за воду за чистую воду в этот бачок заливается бак здесь кстати около 100 литров чистая вода то есть вы можете там пользоваться душиком даже пить эту воду при необходимости закидываете сюда шланг и спокойненько набираете воду все это таким образом интуитивно понятно в принципе закрывается на ключ то есть снаружи никто без ключа это открыть не сможет там пока вы спите вашу воду никто не украдет и никакой кислоты вам не подсыпет идем дальше здесь мы видим маркиза мы ее распаковывать не будем потому что она там пленочки но я думаю владелец хотел бы эту пленочку сам распаковать по освещению сзади у нас также галогенная оптика короче никакого супер люкса здесь на самом деле нету но это не для этих целей абсолютно автомобиль здесь кстати на скрываются парктроники задние и он там видите у нас камера заднего вида то есть принципе автомобиль оснащен всем необходимым для того чтобы комфортно его эксплуатировать и не париться о его габаритах ну а здесь у нас находится собственно говоря то что делает этот автодом именно домом надо сразу отметить то что все элементы все приборы которые требуют электричества будут работать только в том случае если вы подключили питание к этому автомобилю к сожалению то есть вам надо приехать куда-то на парковку для кемперов остановиться подключить сюда электричество и тогда этот дом будет именно домом здесь у нас находится самый интересный лючок я думаю вы догадались для чего он нужен потому что проводу мы с вами поговорили вы все прекрасно знаете что в автодомах чаще всего бывают туалеты их надо чистить вот мне интересный момент у меня есть специальный ключ для того чтобы открыть этот лючок зачем это вообще закрывать то есть кто-то может украсть ваши какашки вы беспокойтесь за это и закрываете этот лючок сейчас открывается он на самом деле достаточно тяжело вот так вот это все кажется просто так одна сторона есть и 2 что мы сами здесь видим вот такой вот бачок достаем его вы понимаете содержимое этого бачка здесь конечно пока еще пусто но он такой видите на колесиках здесь вот такая вот ручка то есть на случай если вы приехали куда-то ну и решили просто прогуляться по городу с бачком содержимый сами знаете чего ну да ладно это все дело у нас аккуратненько открывается такой многофункциональный бачок раз и все это дело выливаете соответственно с помощью этой трубы вы его промываете видите сколько внимания мы уделили бачку для переработанной еды все это сюда засовываем обратно аккуратненько и обязательно закрываем на замок для того чтобы это никто не украл но на самом деле может быть ценность здесь представляет сам бачок потому что он реально многофункциональный здесь у нас находится автономный отопитель работает он по принципу вебаса на случай если вы там где-то остановились холодно вы запустили этот автономный отопитель и он вас греет и вам не надо будет молотить мотором там стоять несколько часов посмотрите можешь подойти показать что это вообще изображено здесь типа дверь на случай если вы захотите убежать с этого автодома я не могу понять но очень смешно изображено конечно что у нас есть здесь на крышке багажника на одной из крыши багажника есть кнопочка нажимаем и там у нас диодное освещение короче все максимально круто открываем еще одну створку здесь у нас москитная сетка на случай если вы захотите на мир поспать на свежем воздухе чтоб комары там не залетали вот такая вот здесь защитная сеточка давайте ее откроем вот кстати я вам рассказывал про автономный отопитель вот как раз здесь и находится одна из батареи этого автомобиля как раз под кроватью чтобы вам было максимально тепленько спать здесь нас розетка 220 12 вольт за розеточка и здесь находится полноценный автомат как и в домах на случай там если будет какое-то замыкание он отщелкивает и вы можете принципе собственноручно выключать и включать электричество в вашем автодоме что у нас дальше напольное покрытие это у нас ребят ламинат ламинатик постелен все отлично и здесь нас кран подачи и отключения воды в душевую кабину дальше у нас здесь идет также еще один кран он нужен для того чтобы вы могли здесь подключать тоже какой-нибудь краник подключить и например не знаю здесь мыть посуду если вам неудобно это делать в раковине вы как бы здесь шланжик подключили водичку включили и она пошла на самом деле посадка максимально крутая прям сидишь чувствуешь себя королем потом поворачиваешь голову а там просто еще целый дом короче здесь все стандартно на самом деле какого-то изобилия люкса в этой тачке нету запускаем у нас аналоговая приборная панель по центру вот такой небольшой диджитал мониторчик так топлива у нас на 80 метров все уже на русском языке приятный момент есть удержание в полосе есть ассистент парковки парк сенсора переключение режимов движения нормальный и эко датчик света датчик дождя электрорегулировка зеркал здесь нас подстаканники здесь подстаканники шестиступенчатая механическая коробка климат контроля к сожалению нас нету вот такие вот стандартные вертелки да ребят это не супер люкс мониторчик мультимедийный сенсорный мультимедийная система синк 3 есть радио carplay android авто короче все прелести современных мультимедийных систем и как и в любой маршрутке ford транзит не в обиду сказано этому автомобилю здесь огромное количество всяких дополнительных ниш вот здесь на панели здесь 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 короче куча всяких вот документов можно класть здесь я так предполагаю можно засовывать еще и рацию дополнительную к этому магнитолу короче как и делают люди которые там путешествуют потом типа алёна м6 есть кто-нибудь вот такая вот история может здесь у вас висеть также в автомобиле лобовое стекло с подогревом зеркала с подогревами датчики слепых зон как я уже говорил кондиционер все эти принципе прелести есть и вот посмотрите пробег автомобиле 279 километров как же приятно но но и чувствуется на самом деле что здесь новая тачка вот прям сидишь все новенькая все еще вкусно пахнет акустика здесь стандартная ford вскани какая-то именита но принципе играет для такой техники более чем достаточно также у нас есть подогрев передних сидений находится нас управление подогревом на самих собственно горя сидушках ну и наверное в принципе все что вам надо знать про этот автомобиль давай сейчас перейдем к части которая именно связано с автодомом во первых смотрите как я могу делать вот такой у нас трансформируем салон но к сожалению здесь есть такие вещи которые немножко не продуманы вот касаемо минусов вот посмотрите что делать приходится делать следующим образом где у нас мы опускаем спинку поворачиваемся поворачиваем руль потом эту спинку обратно возвращаем и все и можем принципе сидеть получается здесь у вас два человека может поместиться это сиденье мы также можем развернуть так вот все развернули сами усили здесь видите вы здесь сидит ваша первая жена там 2 и 3 собственно говоря ладно это шутка здесь видите вы здесь жена и здесь два ребенка могут есть на самом деле не очень комфортно эти сидения потому что спинки у них вертикальные то есть долго проехать там я бы честно говоря не хотел также есть столик который у нас можно убирать таким вот способом вот видите я его просто убрал надеюсь что также быстро его сейчас поставлю он также его можно видеть двигать по вылету как вам удобно вот настроили и здесь есть дополнительная секция чтобы грубо говоря когда ваша жена будет кушать суп она не разлила себе на колени вот у нее есть такое вот дополнительная дополнительная секция столика я также можно выдвигать все все уселись кайфуем завтракаем обедаем и ужинаем так идем дальше вот я метр восемьдесят два посмотрите я еще здесь стою это наверное будет максимально высокая . здесь еще сантиметров наверно 40 есть у меня до головы вот здесь наш шкафчик который я сейчас положу куртку потому что мы же все-таки в доме нельзя в доме сидеть в куртке здесь кстати все тоже мягенькими материалами обито по-домашнему так все куртка зимняя влезла закрыли никаких ручек не обо что вы головой не ударитесь тоже важный момент то что не торчат никакие ручки дальше что у нас здесь у нас здесь во-первых столешница смотрите два стеклянных экрана поднимая их что мы с вами видим здесь во первых у нас две комфорки одна поменьше другая побольше точнее наоборот одна побольше другой поменьше и также подсоединяется естественно газовый баллон на с объемом до трех килограмм здесь поднимает этот стеклянный экран мы с вами видим раковину видите вот такой вот нас смеситель прикольный все это дело аккуратненько закрывается столешница здесь вот так так нарубили себе овощей здесь колбаски все это поджарили кайфуете здесь у нас соответственно выключатели розетка здесь у нас находится система управления домом называется дометик мы ее пока включить не можем потому что у нас собственно говоря сам дом не подключен к питанию то есть эту всю систему можно привязать к bluetooth и управлять вашим домом прямо с телефона тоже очень интересный момент вот так вот все выглядит от первого лица здесь нас находится три шуфлядки но вот обратите внимание одна такая шуфлядкой и 2 немножко отличаются с такими резиновыми уплотнителями эту нас соответственно холодильник здесь нас полка холодильника и обратите внимание как открываются в принципе сами шуфлядки для того чтобы у вас во время езды при торможении эти шуфлядки не открывались они фиксируются такими вот ручками соответственно здесь у нас два отсека под холодильные камеры но здесь уже обычная шуфлядка для, не знаю, там, ложек, вилок, ничего угодно. Когда мы с вами ходили снаружи, я вам рассказывал про стекло, которое находится у нас тонированное на двери. Вот какой функционал он выполняет. Во-первых, вы можете его просто открыть, поднимается и вот так вот фиксируется. Здесь вы можете поднять полностью вот такую вот штору, либо опустить москитную сетку. Готовите, никакая мошкара сюда не летит, кайфуете. Блин, на самом деле мне вот, чем больше я нахожусь в этом автодоме, тем больше он мне нравится. Дальше у нас есть на крыше три вентиляционных окошка. Раз, одно, два и третье, чуть поменьше. Они у нас открываются следующим образом. Вот так вот открутили, короче, как старые люки в посадах B3. И закрыли, соответственно. Главное не пережать для того, чтобы не сломать вот эту всю систему. Вот так вот возвращаем ручку. Далее, здесь у нас дополнительные кармашки, и здесь дополнительные кармашки, какие-то принадлежности положить. И вот еще одна форточка. Функционал ее, в принципе, точно такой же, как и у всех остальных. Москитная сетка и роль штора. Открывается вот таким образом. Ну и давайте сейчас зайдем в одно из немаловажных мест автодома. Это уборная. Огромное количество зеркал для того, чтобы помещение оказалось более объемным, потому что так оно, в принципе, вот, ну, где-то примерно один квадратный метр, может быть, даже меньше. Здесь у нас зеркала, видите. Так, я вот, честно говоря, не знаю. Это у нас полочки. Какие-то сейчас будем с вами тестировать. Да, скорее всего, это какие-то полки. Да, это у нас магнитные полки. Всякие там щеточки положить. Здесь у нас, соответственно, умывальник, душ, дождик сам и унитаз. В унитазе, видите, еще всякие попучки лежат. Здесь еще чистенько. Ничья попа здесь еще не была. И, соответственно, смыв. Здесь также у нас есть вентиляционное отверстие. Все-таки это туалет. Надо, чтобы вентиляция была. Круто, на самом деле, что сделано огромное количество всяких окошек, потому что вот если бы здесь не было, естественно, освещения в таком количестве, то было бы достаточно темно. Так, идем дальше. Здесь у нас стульчик. Он у нас на такую липучку привязан для того, чтобы не болтался. Ну, для того, чтобы вам было удобнее залазить на кровать. Кровать у нас примерно 2 метра на полтора и 1,30 метра по высоте. Вот, посмотрите, вот такой вот матрасик. Ну, интересно, такое все ортопедическое или как там это все называют. Эту всю конструкцию можно приподнять. И здесь у нас находятся также баки для воды. Это у нас бак для чистой воды, который у нас 100 литров, как я вам уже говорил. И здесь у нас находится бак для газового баллона. Здесь у нас находится, собственно говоря, сам багажник. То есть для того, чтобы... Вот вы, например, что-то оставили в багажнике, и вы находитесь в пути для того, чтобы не останавливаться, не открывать вам снова багажник, распаковывать эти сеточки. Вы просто подняли вот так матрас, взяли бутылочку вина или что вы там хотели взять, и спокойненько это все дело закрыли. Раз полочка, два полочка. На самом деле по эргономике тут реально прям как дома. Огромное количество всяких полок. Здесь у нас, видите, такие органайзеры для всяких мелочей. И здесь у нас еще одна большая полка. Там можете всякие ништяки хранить. Есть вешалка даже такая, видите, типа как плотиная. Друзья, собственно говоря, это все, что хотелось вам рассказать по этому автодому. И сейчас самое интересное, сколько это все дело стоит. Поэтому прямо сейчас мы перемещаемся в офис, где пообщаемся со специалистом, который подбирал данный автодом нашему клиенту, и он нам все подробненько расскажет. Поэтому не переключайтесь. Друзья, познакомьтесь. Это Андрей, это специалист по подбору автомобилей из Европы. И сейчас нам, Андрей, расскажет историю покупки этого автодома. Запрос на приобретение автодома поступил еще в феврале. Очень нестандартный был запрос, поскольку автодом сам по себе представляет собой комбинацию, можно сказать, из двух отдельных частей. Первая – это база, на которой он строится, грузового автомобиля, в данном случае Форд. И, соответственно, той части, которую изготавливает сам производитель автодомов, соответственно, у таких автомобилей существует два техпаспорта. Задача состояла в том, чтобы автомобиль был проходным. Это значит, что база должна быть от 3 до 5 лет, в нашем случае Форд 2019 года. А сам по себе автомобиль клиент пожелал иметь новый. То есть максимальная должна была быть разбежка между датой производства базы автомобиля и производства самого автодома. В этом и заключалась сложность подбора. И такой длительный срок – почти около полугода от момента заказа до момента поставки. Такой автодом был найден. Найден в Германии у самого производителя. Мы перебирали их достаточно долго и остановились на данном конкретном экземпляре. Причем этот автодом еще будет у нас стоять на таможне до 19 ноября. То есть это был самый оптимальный вариант, который подходил нашему клиенту по его параметрам, чтобы попасть под льготную растаможку автомобиля с двигателем 2 литра – 2750 евро. Да, чтобы вы просто понимали, зачем эта вся канитель. Когда автомобиль у нас проходной от 3 до 5, то таможная пошлина на него льготная – 2700 евро. Если растамаживать до 3 лет автомобиль, то это будет 48% от его стоимости. Стоит он там порядка 6500 долларов. Поэтому это 30 тысяч евро ориентировочно в росте. Без льгота. Разница в 28 тысяч. Этим не было обусловлено такой длительный срок подбора. Поэтому я думаю, что клиент останется доволен. Он его еще, конечно, не получил. Но к 19 ноября мы все готовимся, чтобы вместе прокатиться. Протестить его вживую. Постельное белье застелить в начале этого видео. Надеюсь, что погода будет подходящая, чтобы можно было его протестить на природе. Хорошо. Как он вообще доставлялся из Европы? Доставлялся он на автовозе. Клиент тоже хотел видеть 0. Там у него пробег, по-моему, около 200. 270. 270 километров. То есть он ехал на автовозе. Автомобиль достаточно тяжелый, поэтому и занимает много места. Доставка его была тоже недешевая в текущих условиях. Поэтому почти как за два места на автовозе мы заплатили за доставку данного автодома. Давай немножко отойдем от темы автодома. Раз уж затронули какие-то сложности, есть ли сейчас вообще трудности в покупке, приобретении, в доставке автомобилей из Европы? Сложности, конечно, существуют. В первую очередь это платежи. С каждым мы уже общались летом на эту тему. Был соответствующий ролик. То какое-то легкое, скажем так, послабление, которое было после февраля, скажем так, было некоторое расширение возможностей. Сейчас, к сожалению, все становится с обострением ситуации внешней. К сожалению, становится все более сложно и сложно осуществлять платежи. Да, гаечки поджимаются, ручеечки, как говорится, пересыхают. Пока такая возможность существует, но прогнозируем, что возможности будут все равно, но это будет просто дорого стоить. То есть все будет идти к удорожанию услуг, что соответствующим образом скажется на конечной цене продаваемых автомобилей. Поэтому те, кто купил их раньше, поступил очень дальновидно. Поэтому если вы надумали приобретать автомобили, пока такая возможность существует, необходимо, конечно же, ей воспользоваться. Каждым днем ситуация может меняться не в самом деле? Она уже меняется, да. Вы видите сами, какое обострение сейчас внешних каких-то факторов. Поэтому в ближайшее время какого-то, скажем так, ослабления или какого-то удешевления ждать не приходится. Тем более, что следующий 2020 год, который будет проходной, повторюсь, он будет пустой, потому что автоцентры были закрыты, автомобили не продавались. Это начало ковида, и поэтому 2019 год, который сейчас у нас в продаже в основном, ну, клиенты, которые заказывают, это такой последний был, скажем так, год без всяких стрессов, без каких-то перекосов, когда все работало нормально. Поэтому если вы задумались о покупке автомобиля 2019 года, автомобили 2020 года может просто не быть. Хорошо, если подытожить, то пока мы можем привезти технику из Европы. Вернемся к автодому. Какая, во-первых, на него нужна категория? Потому что техника не маленькая. Это B категория или все-таки? Категория B. Для автодома обычные права категории B в техпаспорте немецком как multipurpose, то есть многоцелевой фургон, да, то есть легковой автомобиль. Поэтому, в принципе, никаких ограничений по правам данного конкретного короткого, в коротком исполнении, так понимаю, нашего Форда, никаких ограничений по управлению нет. Ну и сейчас самый главный вопрос на ценах. Автодома на базе стандартных штатных автомобилей, в нашем случае там Форд и Фиат Дуката, Форд Транзит и Фиат Дуката, которые мы рассматривали, ну, это от 65-70 тысяч там. Это только там, да. Да, чтобы мы это, ну, более-менее автомобили. Все зависит, конечно, от компоновки. Есть специальные компании, которые занимаются только автодомами, то есть там цены ближе к 100 тысячам. То есть вот это мы рассматриваем как цена входа в бюджетный сегмент. Мы, кстати, занимались подбором интересных прицепов автодомов, ну, как сказать, прицепов. Ну, кемперы, да, прицепные, не на базе каких-то автомобилей. Да, начало там двухтысячных годов, в хорошем состоянии, были очень удачные приобретения, там, от 5 тысяч евро. Поэтому цена входа, если вы не хотите ехать непосредственно за рулем своего автодома с кроватью, то, а лучше с прицепом, то цена входа очень... Поэтому, если вы настроены на путешествия, которые в ближайшее время, скорее всего, будут автомобильные, поэтому есть смысл задуматься о приобретении такой техники. Ну, просто надо понимать то, что почему 65 тысяч евро, во-первых, вы в любом случае себе получаете, помимо автодома, вы получаете новый Ford Transit. Автомобиль, да. В случае с прицепом, вы, как бы, покупаете прицеп и можете не использовать новый Ford Transit для того, чтобы его буксировать. Вам достаточно купить любой там другой автомобиль, который имеет просто фаркоп, и это, соответственно, удешевляет конечную стоимость. По цене поговорили, какой вообще, в принципе, входной билет, если мы будем рассматривать именно не прицепы, а вот самоходные автодома, не новые, вот с самой стартом, 19-й год, например, с побегом. Ну, опять же, надо смотреть дату производства шасси, вот, ну, я думаю, что данные около 45-50 тысяч. Входной билет, ну, дешевле, чем трехкомнатная квартира в любом случае. Спасибо, Андрей, за информацию. Друзья, вам спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам нужен автодом или, в принципе, любая техника из Европы, из Штатов и любых других стран, вы можете смело обращаться в нашу компанию, мы вам поможем в этом деле. И не забывайте подписываться на наши соцсети, телеграм-канал, в котором мы ежедневно выкидываем огромное количество горячих предложений по самым сладким ценам. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. С вами был Алексей, Андрей. Спасибо. Всем пока. Спасибо.